За прошлый год с помощью автоматизированных систем фото-видеофиксации нарушений ПДД в стране было возбуждено более 50 миллионов дел об административных правонарушениях. Это уже 67% от всех вынесенных штрафов за нарушения ПДД. И эти показатели растут из года в год. В настоящее время на дорогах Тувы местного, регионального и федерального значения функционируют 57 стационарных, а также 6 передвижных комплексов. Их основная цель – повышение безопасности дорожного движения, отметим. Штраф – это лишь следствие нарушения, которое следовало бы в идеале избежать. Новые комплексы фото-видеофиксации установлены на 11 перекрестках города Козыла. Данные комплексы выявляют три вида нарушений правил дорожного движения. Первое – это проезд на запрещающий сигнал светофора. Второе – это выезд на запрещающий знак светофора за стоп-линию. И третье – это нарушения скоростного режима. Только за октябрь 2022 года из новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, установленных в столице республики, сотрудники региональной госавтоинспекции, вынесли свыше 12 тысяч штрафов. Больше всего данные комплексы выявляют нарушения, связанные с выездом за стоп-линию на запрещающий знак светофора. А именно, граждане при управлении транспортным средством выезжают за стоп-линию преждевременно. То есть, когда все еще зеленый не горит, когда горит красный и загорается плюс к красному желтый, люди начинают двигаться раньше и пересекают стоп-линию. В связи с чем в отношении них выносится материал по части 2 статьи 12.12 Кодекса Российской Федерации об альминсимых правонарушениях. При этом госавтоинспекторы отмечают высокую четкость изображений с технических средств, что позволяет невооруженным глазам выявить иные грубые нарушения, как нарушение правил перевозки несовершеннолетних, правил применения ремней безопасности. Информируем, что новые стационарные и передвижные комплексы установлены на следующих перекрестках города Козыла. В настоящее время дорожные полицейские рассматривают варианты расширения. спектра автовоявляемых нарушений, что позволит решить актуальную в Туве проблему игнорирования мер собственной безопасности и качественно поднять дорожно-транспортную дисциплину как водителей, так и пассажиров в целом.